У нас маленький юбилей, и это пятое заседание покерного клуба, где его начинать снимать, как мне перед казино Монте-Карло, лучший выбор. Ну что ж, Дабл Супи продолжается, погнали! И в Антоме 41 по 1500 долларов, микс, холдом и пот-лимит Амаха, дабл-борд бомб-пот. Что же это такое? Это баин 1500 долларов и 1312 входов, победителем стал китаец Ксик Сианг Лю за работу 270 тысяч долларов, это его первый браслет. Так что же это за разновидность? Суть в том, что раз в 8 раздач, то есть раз за круг, по сути, появляется такой бомб-пот. Все игроки, абсолютно все игроки, скидываются по Антэ, раздаются 2 или 4 карт, соответственно, холдом это или Амаха, и никакого префлоп-экшена, сразу борд-флоп. Соответственно, поскольку это дабл-борд, то 2 флопа. И дальше все, как по правилам обычного покера, ты претендуешь на 1 или на 2 борда, идут торги, тёрн, ривер, опять-таки, 2. И, соответственно, больше экшена, больше динамики, больше разновесия, какие-то элементы джекпота, случайных банков, и вот добавляется новый экшен. Лучшим стал китаец, и это первый браслет для этой страны на этом сопе. Ивент номер 42. 10 тысяч долларов чемпионат по 7-кард стат. Победителем стал Джеймс Обст. Это второй браслет для австралийца. Первый был выигран 7 лет назад и тоже в чемпионате по 10 тысяч в Разе. Получил при этом примерно столько же за каждый браслет по 260 тысяч долларов. В хедзапе был обыгран очень сильный трехкратный обладатель браслета в дабл-субе Пол Вольпе. Джеймс, кстати, обладатель одного из самых крутых и незабываемых фолдов в истории в СОП. Причем это было в седьмом, кажется, предфинальном дне главного события в СОП 2016 года. И вот эта раздачка. При фоп у нас мультивейпот. Обст на флопе валет дама 7 с крестовым стрит-флэш-дром. Идет бет. Рейс от Руэна. Обст 7-7 делает ри-рейс. И Руэн колл с 9-8 крести. Торн 10 крести. У нас стрит-флэш. Обст сыграл чек-колл. И Ривер 10 закрывается фулл против стрит-флэша. Обст, конечно же, ставит. И выкинул свой фулл-хаус на ставку от Руэна. Тем самым эта раздача вошла у нас в анналы истории. Максим Писаренко закончил турнир на 13-м месте. Пока в Вегасе идет в СОП. Тут в Калифорнии в Хастлерс Казино идут кэш-игры. Блайнды 100-200. И мы бы не очень обращали на это внимание, если бы не два человека. Футболист сборной Бразилии Неймар. И бизнесмен, но и большой любитель покера Алан Китинг. Как уже сказал, 100-200. Идет рейс 1000. Там коллы. 3-бет 5000 от Алан Китинга. СТУС-4 буби. Неймар и еще 2 игроков делают колл. Флоп. Дама 9-2. Дама 9-буби. То есть нацовая фэш-драй у Китинга. Канбет там колл. Терн шестерка. Не бубновая. У Неймара там короткий стек. И Китинг ставит просто лын. СТУС-4 буби. Неймар делает колл по 9-5. То есть вторая пара без кикера. То есть дама 9-2-6. У нас 9-5. Без бубей у Китинга. ТУС-4. И говорит, давай крутим дважды. Там где-то по 7-4 выставились на торн. То есть банк где-то 200. Ну, окей. Ран-твайс. Все бы ничего. Да, я бы об этом не рассказывал. На одном ривере бубнушка. На другом ничего. И, соответственно, поделили банк. И тут такой Китинг говорит, а давай поставим по 50 тысяч. И еще один раз крутанем просто риверу. Неймар. Салам алейкум. Давай 50 тысяч. Бам. Неймар выигрывает. Ну, то есть Китингу надо, чтобы упала бунушка или туз. Не падает ничего. Он говорит, не, не, братан. Давай еще раз по 50. Поставили еще раз по 50. Проиграл. Ну, Китинг проиграл. Давай еще раз. Третий раз. Проиграл. Четвертый раз. Проиграл. Там на пятый раз, кажется, они поставили по 60 тысяч. И в итоге из стеков 380 тысяч, который был у Китинга перед раздачей. У него стоит 75. Все, давай ставим алын. Натягиваем карту. Все собрались, как дети. Как будто там, знаете, какой-то фриролл играют. И сейчас от этой карты все зависит. В общем, 8 раз. Сначала, да, Run It Twice был просто обычный. Потом 6 раз подряд открывали ривер. Все выиграл Неймар. И просто плюс 380 тысяч за 5 минут и 8 риверов. Как вам такая история? После этой раздачи Неймар собрал вещички и поехал в Вегас. Вот Хельмут с ним уже сфотографировался. Кстати, на минуточку, Неймар, он Покер Старс Про, входит в команду. И вопрос с любителем футбола. Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу в Германии. Почему Неймар не принимает в нем участие? Принимаются только неправильные ответы. И вот видосик. Кажется, по 2,5 тысячи долларов турнирчик, в котором Неймар играет на общих основаниях со всеми. Ивент номер 43 по полторы тысячи долларов. Микс под лимит Амаха Хайлоу, Амаха Хайлоу и Биг Амаха. Победу одержал Магнус Эденгрен с плюс 196 тысяч. И вот что он пишет, что в целом он уже не профессиональный игрок. Он закончил со своей карьерой и просто приезжает получать удовольствие от Вегаса. Have fun с друзьями. Вот так вот. В нескольких шагах от очередного браслета остановился Фил Хельмут. И это только четвертое место. Из наших только Илья Крупин зашел в призы, забрав обратно два боина. И слово передаю Андрею Кайгородцеву. Ну что, друзья, у нас новый день, новый турнир. Вылетает из турнира в великий ужасный игрок. Играем три игры. Все. Хайлоу. Фикс лимит. Четыркарточка на пилу. Хайлоу. Ну и пятикарточка на хайлоу. Очень хотел этот турнир сыграть. Так как мне. Очень нравятся эти игры. Будем надеяться, что в нем сложится. Ивент номер 44 по 2000 долларов новый лимит холдом собрал 1561 вход. Победителем стал Джерри Кинджери. Плюс 410 тысяч. Причем пару лет назад он в Келополяне на 20 тысяч человек. Был вторым по 500 долларов. И тогда тоже дали 430 тысяч. И вот сейчас 410. Помимо этого у него есть только один мини-кэш на 700 долларов. И все. Представляете, какой у него КПД. Какой у него рой. Иван Рубан, Михаил Заволок, Анатолий Злотников попали в призы. Но забрали себе всего лишь по два боина. Небольшое видео от Антона Смирнова. И мои вопросы о том, как складывается серия. Далее цитата. Серия пока неудачна. Первую неделю были мини-кэши, но дальше все плохо. 12 турниров сейчас без ИТМ подряд. Составы, как обычно, отличные. По сравнению с прошлым годом все без изменений. Если это заседание наберет 5 лайков, я сразу приступлю к работе на следующем видео. И наш Максим Писаренко. Победа. Чистая победа. И золотой браслет. Кстати, удивительно. Полгода назад Максим в рамках Покер Гоу выиграл турнир по Хорс. Здесь же, в Вегасе. Тогда было 87 входов и принесло за победу 117 тысяч призовыми. При этом у Максима есть множественные кубки, в том числе и с ЕПТ Сочи. Топ-3 главного события ЕПТ. Победа в хайролерском турнире на Покер Старс Чемпионжи. Он же ЕПТ Оупен. Несколько кубков Белоруссии. РПТ и БПТ. Кубок WPT по Амахе. Раннир Апп в этом же турнире Хорс, но на ФСОП Юроп. А в его профиле есть такие дисциплины еще, как и Бадуги, разные микс игры. Восемь игр Амаха. Сейчас же за свою победу он получил 400 тысяч долларов. Но Максим Писаренко это не только оффлайн игрок. Это еще большой и сильный онлайн игрок. Как минимум в 2017 году Максим Аймлак Писаренко стал лучшим игроком в куб World Championship of Online Poker. Хотелось бы... Купил он вторую пару. Если он фуллик не купил, сейчас последний у него тоже две пары. У него короли шестерки. Если фуллик не купил, то выгонул. Выгонул. Ивент номер 46 по тысячи. Долларов среди сеньоров собрал 7954 входа. Победителем стал Канг Фам. Плюс 677 тысяч долларов. Особенностью этого турнира это нужно быть возрастом минимум 50 лет на начало турнира. Интересно, а по аналогии с женским турниром можно проскочить? Да? То есть как в женском турнире Баин как бы 10 тысяч долларов. Но если ты девушка, то 1000 долларов. Так же и здесь. Тут конечно есть вопросик. А если там трансгендер? А если ты себя ощущаешь как женщина? Или ощущаешь 75-летним стариком, являясь 30-летним профессионалом? Как эти вопросики решаются на всопе? Ближе всех был наш постоянный гость. И вернее уже даже автор рубрик. Андрей Кайгородцев. 32 место. Плюс 23 тысячи долларов. Еще в призы вошли Андрей Конопелка, Павел Гнатов и Александр Довженко. А есть одна из историй от Джина Беллера, сеньора покера. Давайте ее послушаем. Я купил покер 5 лет назад. Моя wife passed away a little over 5 лет назад. Она не любит мне играть покер. Но я не могла играть once в час. И я могла играть в игру и играть в игру. Однажды, я hit the jackpot. Я умерла, что я делаю с тем, что я делаю с тем, что я делаю. Я умерла $3,200, я думаю. Но, как я пришел, я передаю ей $1,100. И она не сказала ни о чем, что я делаю. И она не сказала ни о чем, что я делаю. Ивент номер 47 по 100 тысяч долларов. В первых хоролерский турнир собрал 112 входов. Победу одержал Крис Ханнекен. Плюс 2,8 миллиона долларов. Среди его прочих достижений, он шестикратный обладатель тройной короны в онлайн покере. Это когда в течение недели на трех разных платформах нужно выиграть турниры на не менее чем 100 участников и призовыми более 10 тысяч долларов. Если я не ошибаюсь, до Криса Мурманова, у которого чуть ли не 30 корон, ему, конечно, далековато. Но, извините меня, нифига себе. У него также есть третье место в рейтинге онлайн турниров по покеру. И он раньше занимал первое место в рейтинге кэш игроков на Pocket Fives. Причем в оффлайне у него есть титулы и Party Poker Millions, и ЕПТ Barcelona. А знаете, что все это объединяет? То, что он побеждал именно в турнирах Хароллеров в рамках всех этих серий. Суммарно у него призовых более 16 миллионов долларов. В очередной раз отмечает возвращение свое Виктор Блум, знакомый нам и Сильдур. Историю про него я рассказывал в предыдущих выпусках. Третье место плюс 1,3 миллиона. Наш дорогой друг Алексей Паников занимает пятое место плюс 680 тысяч долларов. Ивент номер 48 по 1000 долларов под лимит Амаха. Собрала 2212 входов, а победителем стал Кристофер Вич плюс 260 тысяч долларов. И это для него третий браслет. До этого он побеждал в миксте Low Ball Triple Draw по 2,5. И Seven Card Start High Low на чемпионате по 10 тысяч. Помимо прочего, он еще совладелец школы покера Deuce Is Correct. Максим Поняк с прибытием оформляет свой первый ИТМ на WSOP 24 года. Кирилл Родионов, Энгри Моран тоже здесь. Денис Владимиров и Никита Кузнецов у всех ИТМки, но, к сожалению, далеко до финалочки. Ивент номер 49 по 3000 долларов. Собрал 1252 входа. Победу одержал Эрленд Мельсон плюс 523 тысячи долларов. Это первый WSOP. Это первый ИТМ и сразу браслет. В шаге от финалки остановился Иван Рубан. 11 место плюс 34 тысячи долларов. Приехал в Лас-Вегас и Андрей Анджир Патычук оформил свой первый ИТМ этого года. Мини-ТМ сделал и Артур Мартирасян. После этого Артур пошел в соседнее казино Ария изучать и покорять Амаху. Хайорусская Амаха по 10 тысяч долларов. Быстренько набивающий лидерский стэк. И вот выиграл 144 тысячи долларов. Продолжает играть и сегодня. Так что подписывайтесь на канал Артура. Mara Artur1 в телеграме. Там масса интересных раздач, обзоров и около покерного движа в целом. Ивент номер 50. По 10 тысяч долларов чемпионат. Раз. 118 входов. И победу одержал Георгий Александр. Плюс 282 тысячи долларов. К сожалению для нас. Он в хедзапе переиграл Дмитрия Вербановича. Бывший амбассадор по типу покера. Ушел из медиапространства. Не ведет сейчас активно свои соцсети. Но мы Дмитрия сердечно поздравляем. А вот что пишет сам победитель в твиттере. Сегодня для меня очень эмоциональный день. Дело даже не в покере или деньгах. А речь идет о моем 15-летнем пути борьбы с внутренними демонами. И их преодолением для достижения моего личностного роста. Я вырос с множеством когнитивных блоков. Неуверенность в себе. Синдромы самозванца. Никто не научил меня структурировать свою жизнь. И использовать свои таланты. С каждым годом я приближался к тому месту. Где я доволен тем, где я нахожусь сейчас. И каждое лето я приезжал на WSOP. Чтобы проверить себя. И посмотреть смогу ли я удержаться. И осуществить свою одну из детских мечт. Сегодня был день, когда все это сошлось воедино. Рекордсменом и обладателем всех возможных титлов в онлайне. Попутно еще двух браслетов WSOP. Денис Требков вошел в призы. Занимает 8 место. Плюс 30 тысяч. Рядом с ним расположился Фил Айви на 9 месте. А другой селебрити, профессиональный игрок Данил Негряда на 11 месте. Вот такие вот новости на сегодня. Ну а фишка дня сегодня, естественно, 5-ти евровая из Монте-Карло. Субтитры сделал DimaTorzok